Друзья, всем привет! Воскресенье, утро, приехал на авторинок. Если честно, сегодня я возьму себе выходной. Вот, после обеда приехал посмотреть один автомобиль, продавца нет, с ним созвонился. Говорит, буду через полчаса. Поэтому я воспользуюсь этой ситуацией. Нахожусь на одной, сейчас буду находиться на одной из автостоянок, авторинка Зеленый Угол. Сниму для вас видео. Также, ребят, огромное спасибо за комментарии, да, за положительные отзывы, которую вы оставляете под моими видео. Короче, вы догадались. Продолжайте писать комментарии. Кто еще не знает, да, состоится розыгрыш бесплатного осмотра автомобиля. Розыгрыш проведу, наверное, понедельник, понедельник, вторник. И хотелось бы затронуть такую небольшую тему, да, где покупать автомобиль. Все-таки здесь или заказывать через аукцион. Я не буду там настаивать как-то на своем, да, там, идите, покупайте на аукционах, идите, покупайте на авторынке Зеленый Угол. У любого человека должно быть свое мнение, да, присутствует. Хочешь, заказывай через аукцион. Хочешь, заказывай здесь. То есть мне, в принципе, без равенства. Я выскажу свою точку зрения. Моя точка зрения такова, что машину нужно покупать, ты должен видеть этот автомобиль. Почему? Потому что вот он стоит, ты можешь открыть, ты можешь пощупать. Ты заведешь двигатель, да, ты послушаешь, как работает мотор. Ты прокатишься на автомобиле, ты залезешь под низ, ты увидишь там ржавый он, не ржавый, там течет что-нибудь, там не течет что-нибудь, да, потому что на аукционе мы берем ту же самую ржавчину, да, там указано S. Но у вас же нет, друзья, подробных фотографий, насколько это ржавчина. А может это простые рыжики, да, которые там можно попшикать, как-нибудь преобразователем, они пройдут. А может это действительно какая-то глобальная ржавчина, да. Те же самые течет, да, безусловно, там в аукционе укажут, там в переводе двигатель мокрый. Но опять же, что это течет? Что это может течь? Мы же не знаем. Там же досконально этот автомобиль не проверяет. А может быть это, да, безусловно, какая-то серьезная неисправность. А может быть это какая-то мелочь. Там поменял сальник какой-нибудь, все, заплатил там 2-3 тысячи рублей. Все. Опять же, что касается подвески, да, бог с ним, подвеску на автомобиле можно сделать. Но кто хочет приобрести автомобиль и вкладывать в него подвеску? Я не думаю, что на аукционе досконально, так досконально смотрится автомобиль. Дальше немаловажный момент. Я об этом говорю уже постоянно. Аукционы, раньше аукционы были строгие. Сейчас, ну, не так там относятся на аукционах. Не так тщательно смотрят автомобили. Приходит автомобиль бальный. Он может быть 4,5 балла. А он будет крашен. На нем будут... На нем будут... Дорогу все-таки продолжают. Я думаю, будут дорогу строить, да, потому что дальше в сторону транспортной компании там прямо отсыпают. Грузовики вот эти мотаются постоянно. Внизу построили микрорайон. Зеленый угол. И хотят сделать выезд с микрорайона. На развязку. Короче говоря, ребят, аукционникам одним нельзя доверять. Вот еще раз повторюсь. Стоит автомобиль 4, там, 3,5 балла. 4,5 балла. Ты начинаешь проверять автомобиль. А у тебя есть крашен, у тебя есть менен элементы. Да, безусловно. Машину могли где-то покоцать, я не знаю, в порту там, в дороге при погрузке, при перевозке, да. Но когда у тебя автомобиль стоит на рынке сейчас, да, а растаможился он вчера, то есть, в принципе, его бы, ну, даже бы, если бы здесь где-то покоцали, его покрасить бы там, поменять эту деталь, просто бы не успели. Да, поэтому, я еще раз повторюсь, мое мнение такое, то, что машину нужно покупать здесь. Неважно, это авторынок, там, город, там, аукционная компания, да, потому что аукционные компании, кто занимается автомобилем привоза с Японии, да, они, ну, все равно у них есть свои автомобили. Но, дальше решать уже вам. Ладно, я, как видите, оделся сегодня потеплее, потому что, потому что знал, куда шел сегодня дубак вообще просто конкретный. Я сегодня поехал, резина летняя, резина летняя, местами уже прям гололед. На улице у нас 1 градус, вот. Машин много брать не будем, сколько у нас осталось, минут 20 времени до прихода продавца, поэтому пойдем, посмотрим, что по цене. Осматривать я буду данный автомобиль в Сузуки Палете, 13-й год, стоимостью 397 тысяч рублей. В принципе, автомобиль неплохой он должен, должен быть целым, пробег в районе, там, 100-130 тысяч на нем. Вот, дальше, смотрите, на эндбоксе ценника нет, Сузуки R-вагон, на литье, летняя резина. Повторяю, ребят, покупайте зимнюю резину, покупайте, будете получать, автомобиль будет снег, будет гололед. Ну его нафиг. 17-й год, 515 тысяч он стоит. Toyota Rush, 8-й год, 4WD, 925 тысяч. Я вам переобую бесплатно, докуплю вам резину бесплатно. Потому что многим ехать там, несколько сотен километров, да, до дому. Кому и больше. Mitsubishi R-вр, 1 миллион в 55 тысяч. Он у нас 2010 года, объем двигателя 1,8. Ребят, стоит Виш, 14-й год, 4WD, 1 миллион 177 тысяч. Так, с ценой проглядел, сейчас посмотрим. Кстати, вот данный автомобиль продается на зимней резине. Еще стоит 1 Виш, 15-й год, 1 миллион 237 тысяч. Товарищи подписчики, всем не угодишь. Снимаю то, что вижу, снимаю, где есть цена. Ценники, они реально меняются. Вообще, смысл, да, канала, показать вам японские автомобили, показать, сколько они стоят. Toyota Rumi, 17-й год, турбовая версия, 797 тысяч. Объем двигателя 1 литр, вариатор 98 лошадиных сил. Ну, можно сказать, легенда, да, летая с ног. J-Editing 457 тысяч. Хороший, реально клевый, надежный автомобиль. Автомобиль, но таких осталось, конечно, уже очень мало. Мне нравятся салоны в этих автомобилях, в кайсах старых нравятся салоны. Вот раньше делали автомобили. X-Trail, не знаю, премиум модел, написано модель. Летняя резина, неплохое литье. Стоимость на нем не указана, на этом X-Trail тоже стоимость не указана. X-Trail понавезли. Toyota Siento, Prius, Vezel. Еще один RVR тоже появились. 1 миллион 55. Toyota Leon, 11-й год. G-комплектация 875. Honda Freed Spike, 785. MicroVent 495. Кстати, вода пробег, 40 тысяч указано. Honda N-Box Turbo, 16-й год, 625 тысяч. Так, по ценам мы упустили. Упустили Siento и Prius. Siento стоимостью 960 тысяч. При стоимости 999 тысяч. Торг есть, ребят, на рынке. Торг есть. Но не 40, не 50, не тем более 100 тысяч. Как некоторые у нас, ценники на автомобиле не завышают. Мне уже ни один человек, ни один подписчик говорит, у нас всегда, у нас всегда завышается там. 40, 50, чуть ли не 100 тысяч рублей, чтобы потом скинуть. Так, Rumi, Tank 685. Это уже рестайл. Сузуки Альто, автомобиль 2017 года выпуска. Передний привод. Друзья, 285 тысяч. 285, сел, поехал. Toyota Pro Box, Toyota Saksit, Porte. Итак, Pro Box, 18-й год, полтора литра, 725 тысяч. Porte, 16-й год, 4 ВД, актуально, да? Подогрев сидений, руля, стекла, 790 тысяч. Еще хочу затронуть такую тему. Вот я подошел к автомобилю Pro Box, 18-й год, полтора литра, 725 тысяч. Вот что лежит под лобовым стеклом, аукцион 3,5 балла, пробег 77 тысяч, кузовщина целая. Ну, возможно, там крышка багажника крашена. Я не знаю, я не проверял этот автомобиль. Я вот что вижу, то я вам говорю. Так, что еще? Вот видите, ряд-то пустой. Выгнали в первый ряд. Здесь автомобили стояли у нас. X-Trail у нас гибрид, 5 камер, 1 миллион 398 тысяч. Рядом у нас Swift, продается 4 ВД, 17-й год, за 763 тысячи. Ак, 18-й год, полтора литра, 770 тысяч. Витс. Витс. Пробег 132 тысячи. Ну, поверьте, такие пробеги, такие пробеги, их не крутят. Давайте по вот этому ряду пройдемся. Bunn, 628 тысяч, 18-й год. Объем двигателя 1 литр. Toyota Pass, комплектация мода. А ну, это тоже Daihatsu Bunn. То же самое, 628 тысяч. Вот здесь тоже места пустые. Раскупали автомобили. Посмотрите. Suzuki Solio, гибрид. Целых 2. Штатное литье в обоих летняя резина. Мультирули, но цена, смотрите. А4ВД, 4ВД, 19-й год. Объем двигателя 1,2, 999 тысяч. Автомобиль 2019-го года. Автомобиль 2018-го года, 780 тысяч. Еще один Виш. Цвет такой на любителя. 965 тысяч. Subaru Forester, рестайлинг. Вот еще один автомобиль на зимней резине. 18-й год, 2 литра, 1,655. Hi-Jet, Hi-Jet Pixis, да? Максималка, пассажирский, 5-ступенчатая механика, 530 тысяч. Ниссан Сирена, 18-й год, гибрид, 1 миллион 720 тысяч. Вот видите, о чем я говорю? Таскают, отцепают дорогу. Время 10, начинают люди появляться, продавцы подходить. Honda N-Wagon, 505 тысяч. 505 тысяч рублей, K-Car. Еще один 545 тысяч, 4 ВД. 395 тысяч. Есть машины, есть, друзья, но мало автомобилей. FIT, 17-й год, гибрид, 4 ВД, 815 тысяч. Пасах, Хастлер. Этого Хастлера знаю, пробег 90 тысяч на автомобиле. 90 тысяч. Но он передний привод, 565 стоимость. Пасек, 17-й год, 4 ВД, 525. Еще один ВИШ, 10-й год, 795. ВИЦ, гибрид, 17-й год, 835 тысяч. Хонда Шаттл, автомат, варик, 15-й год, 810 тысяч. Друзья, сделал вот такой вот незапланированное краткое видео. Посмотрите на меня, как очень холодно на улице. Ну, действительно, шапки не хватает. Пишем комментарии, будет розыгрыш. Всем огромное спасибо, кто пишет комментарии, кто смотрит видео до конца. Всем огромное спасибо за поддержку. Всем пока!